Лидер партии Акжол в обиходе правого парламентского крыла правящей Нур-Утан Азад Перуашев открывает заседание по новой налоговой нагрузке. Обсуждают законопроект, по которому владельцы жилья площадью свыше 150 квадратных метров и автомобили с объемом двигателя свыше 3 литров должны платить в казну вдвое больше прежнего. То, что предлагают разработчики, неадекватно никакой налоговой практики. Тем более, что для примера взяты такие развитые рыночные страны, как Великобритания, Германия и Япония. Оппозиционный политик Марат Жанузаков считает, партия Акжол прежде всего озабочена защитой кошельков, обеспеченной части казахстанцев, а богатые должны платить больше. Я считаю, что партия Акжол в данном случае защищает интересы крупных предпринимателей и не думаю, что эту точку зрения будет разделять большая часть населения Казахстана. Краткий опрос показал, что члены правительства мнением жителей столицы откровенно пренебрегли. Я, например, против, что вот эти люди, которые торгуют, я не считаю их богатыми людьми. Налог, вот надо платить богатые, у кого, например, миллионами, миллиардами сбережения есть. Нереально. В каком смысле? Это слишком завышена цена. Это будет бить по карману, я считаю. В основном это для богатых нормально, а бедных по карману бьют. И так сейчас люди нищие живут. Человек, который не может себе позволить дорогую машину, купил у себя дешевую, но с большим объемом. Это накладно будет для людей, да? Да, конечно. Считаю, что да. Можно другие меры, можно было придумать. Логика белых воротничков из кабинета министров простая и незатейлива. Здесь не скрывает, что повышение налогов никак не поможет госбюджету. А платить люди должны больше только потому, что вот уже 10 лет налоговую нагрузку Минфин не увеличивал.